Этот орден – еще один знак поддержки, которую Россия постоянно оказывает палестинскому народу? Несомненно. Этот орден – выражение солидарности России с Палестиной, теплых отношений российского и палестинского народов, основы которых заложил еще Советский Союз. У нас дружеские связи, мы выступаем с единых позиций по целому ряду вопросов, и среди них вопросы, которые обсуждаются в ООН. Вручение этого ордена – большая честь для всех нас. С начала марта в документах ООН применяется новое законное название вашей страны – государство Палестина, а не палестинская национальная администрация. Многие спрашивают, дает ли это Палестине возможность обращаться в международные суды для рассмотрения преступлений, совершенных Израилем против ее народа. Среди положительных моментов, которых добилась палестинская администрация, является то, что теперь наша территория называется оккупированным государством. С давних пор Израиль, который поддерживает многие западные страны, считает палестинские земли спорной территорией. Это значит, она чья? Наша или не наша, или частично наша? Сегодня же у Израиля нет такой возможности, а мы имеем право получить постоянное членство в любых международных организациях. Мы, конечно, немного опаздываем с этой работой, но надеемся, что результатом переговоров, которые уже ведутся, будет полноправное палестинское государство и политическое решение его проблем. Израиль продолжает упорствовать на протяжении 4-5 лет, и мы думаем, что решение должно быть принято в ООН. Пока мы еще ждем. Если переговоры приведут к желаемым результатам, то мы в любое время сможем обратиться в международные организации. Если же нет, то палестинский народ вправе действовать по своему усмотрению. Однако Израиль, несмотря на критику международного сообщества, продолжает политику незаконного освоения оккупированных территорий. В новом составе израильского правительства много министров, известных своими радикальными взглядами. Кроме того, они и сами проживают на захваченных землях. Учитывая это, откуда берется надежда на положительный результат переговоров? Сейчас они все считают, что это их законное право. Независимо от того, проводят они политику экспроприации земель или нет. Многие израильские министры, даже те, которые не проживают на захваченных территориях, все равно считают такую политику своим правом. И на наш взгляд эта проблема стоит очень остро. Будет ли у Израиля это правительство или другое? Все равно проблема экспроприации земель остается. Начиная с 70-х, 80-х годов в документах международных организаций, таких как ООН, в 12-ти резолюциях Совета Безопасности, политика экспроприации земель и их хозяйственного освоения считается незаконной и должна быть прекращена. Европейская комиссия по правам человека открыто признала, что подобная политика незаконна и что экспроприаторы должны вернуться в свои прежние дома. Если же нынешнее правительство Израиля продолжит разговаривать в подобном ключе, то никаких переговоров с ним не будет. Президент США Барак Обама собирается посетить Израиль. А может ли он заехать в Палестину? Он посетит нас с официальным визитом. Он приедет в Рамалу. Там у нас пройдут переговоры. Продолжительность его визита пока не определена. Все официальные церемонии запланированы. Встречи, переговоры. Это не то, что он просто пройдется по нашей земле. Нет, это официальный визит. Такой же, как визит в Израиль и Иорданию. Речь Обамы будет обращена только к израильтянам или только к палестинцам? Или же и к тем, и к другим? Должно быть так, чтобы его речь касалась тех, кто нарушает закон. В своих высказываниях президент Обама неоднократно подчеркивал, что он против политики экспроприации земель и их хозяйственного освоения. Мы с ним согласны. Теперь дело за притворением слов в дела. От меня требуется помогать этому процессу. Я всегда просил американцев и европейцев о том, чтобы они указали мне хотя бы одну мою ошибку во внутренних или международных делах за последние восемь лет. Тогда как Израиль каждый день совершает подобные ошибки. Так скажите ему об этом. Считаете ли вы, что Хамас подвергается давлению со стороны своих идеологических союзников, египетского движения «Братья-мусульмане», которое играет роль гаранта в регионе? Несомненно, Египет сыграл свою роль в каирских договоренностях и взял на себя ответственность в случае их нарушения. До сегодняшнего дня Хамас этих договоренностей не нарушает. А то, что из Газы вывозят ракеты и Израиль наносит по ним удары, так это не Хамас ответственен за это. Поэтому Египет выступил гарантом этих соглашений. И Хамас их исполняет. Когда в Каире обсуждались эти вопросы, лидер Хамас, Халет Мишаль, согласился со всеми пунктами. Египет не требовал поддержки одного пункта и неприятия другого. Он гарантировал выполнение всего объема договоренностей. Согласился Халет Мишаль с ними. Хорошо. Теперь их нужно исполнять, без всякого на то давления. Как вы оцениваете роль Египта теперь, когда у него новое руководство, в противовес тому, что было в прошлом? Роль Египта осталась прежней. Он был и остается на стороне палестинского сопротивления. Египет с его положением, историей, международным влиянием не может отказаться от поддержки палестинцев. Он поддерживал нас на протяжении всей истории. Египет стратегически и кровно заинтересован в разрешении палестинской проблемы. Как гора Моисея священна для всех мусульман, так и палестинская проблема имеет приоритетное значение для египтян. Так было при прежних президентах Абдали Насари, Анваре Садате и Лихосни Мубараке. Так есть и при нынешнем руководстве. Чего вы ожидаете от саммита арабских государств в Дохе? Я ожидаю только одного, чтобы арабские страны выполнили багдадские договоренности. Согласно этим решениям, Палестине ежемесячно должно выделяться 100 миллионов долларов для обеспечения безопасности из бюджета стран, которые могут себе это позволить. Мы договорились об этом. Мы встречались с министрами иностранных дел, с руководителями комитета ФЛАГ, с лидерами организации исламского сотрудничества. Сейчас вот будет саммит в Дохе. Мы скажем им, что хорошо бы было выполнить то, о чем вы уже договорились. Из ваших слов я понял, что Палестина ничего не получила. Ничего. Как вы это можете объяснить? Я не знаю, как это прокомментировать. Я не буду дискутировать по этому вопросу. Но скажу только одно. Мы не получили ничего. Генеральный секретарь ЛАГ лично приложил столько усилий, но мы ничего не получили. В феврале в Москву приезжала делегация в составе четырех министров иностранных дел арабских стран. На встрече арабские министры попросили главу МИД России Сергея Лаврова о том, чтобы Москва отмежевалась от квартета международных посредников по урегулированию на Ближнем Востоке. Вы разделяете эту точку зрения? Нет. Мы считаем, что квартет нуждается в активизации. Может быть, даже в расширении состава. Но если квартет будет распущен, что будет предложено взамен? Многие арабские страны во время саммита ФЛАГ предлагали убрать арабскую мирную инициативу, принятую в 2002 году из перечня документов, которые составляют международно-правовую базу для урегулирования конфликта. Мы выступали против этого, потому что считаем, что арабской мирной инициативе нет альтернативы. Давайте порассуждаем. Принципиально возможны три ситуации. Война, ни война, ни мир и мир. Хотят ли арабы воевать? Нет. Ситуация ни мир, ни война принесет нам новые страдания. Арабская мирная инициатива открывает возможности для достижения мира. Так зачем же исключать ее из переговоров с Израилем? Я думаю, что такие заявления по арабской мирной инициативе делаются под воздействием сиюминутных настроений. Как я сказал, альтернативой ей может быть только война. Но я точно знаю, что никто из нас не хочет войны. Эпоха войн закончилась. Потому что если мы ввяжемся в войну, один только Аллах знает, каковы будут ее последствия. Поэтому мы призываем к миру. И только к миру. С какими испытаниями сталкиваются палестинцы в лагере беженцев Ермук в Сирии? Что вы предпринимаете для решения вопросов, связанных с этим? У нас единая позиция в отношении волнений в арабских странах. Тунисе, Ливии, Египте, Йемене, Сирии. Мы не вмешиваемся во внутренние дела этих стран. Мы все были против вмешательства, когда начались беспорядки в Тунисе, а потом в Сирии. Я встречался с руководством палестинских организаций, с палестинскими лидерами в Сирии. И убеждал их необходимости дистанцироваться от сирийских событий, поскольку это сугубо внутренний вопрос. Итоги нашей первой поездки были положительными. В течение полутора лет в палестинских лагерях ситуация была абсолютно безопасной. Есть известные высказывания. Кто войдет в дом Абу Суфьяна, тот в безопасности. Так и в палестинских лагерях говорили. Кто войдет в палестинский лагерь, тот в безопасности. Но затем неожиданно в лагере Ермук вспыхнули столкновения и беспорядки. Среди палестинцев началось разделение. Люди стали брать в руки оружие. Некоторые уехали. Начались проблемы и беды. В феврале, по моему распоряжению, в Сирию была направлена делегация. Я говорил, что мы не хотим вмешиваться. Мы не являемся участниками этого конфликта. Но мы еще не раз будем ездить в Сирию, потому что хотим, чтобы палестинский народ не имел отношения к этим событиям, к этим разрушениям. Палестинцев, которые покидают Сирию, не примут ни в одной стране, так как они приехали в Сирию в качестве беженцев и должны либо оставаться здесь, либо возвращаться к себе на родину. Ситуация опасная. Но мы надеемся, что кризис пойдет на спад или будет преодолен. Вы ознакомились с предварительным заключением российских экспертов по делу Ясера Арафата, тело которого было эксгумировано? Пока еще нет. Наряду с россиянами в этом принимают участие эксперты из Швейцарии и Франции. Всего три группы. Они продолжают исследования и до сих пор не прислали свои заключения. Наши комиссии, медицинская, политическая и юридическая, пока ждут выводов экспертов. Как только заключение будет сделано, его опубликуют. Господин президент, спасибо вам большое.